Мордовия Большое туристическое событие в нашей семье. Наконец-то мы поехали в прекрасную экзотическую страну под названием Мордовия. И все же нам делся видео из Кемеры и Турции. И поела зубы. Всегда очень вкусно, домашняя еда. Мы поели на троих за меньше чем за 500 рублей. Огромная порция мантуф, солянка, огромная люля. Плюс интересный такой корпоративный сервис. Там в туалет тебе дают ключик, ты сбрасываешь навесной замочек с калитки. Там такой деревянный ватер-клозет, рядышком умывальник. Вот с зубового поляна наша первая остановка, дальше будем записывать наш репортаж. Комментируйте, держитесь на связи. На маршруте было принято решение судьбоносное заехать в Саноксарский монастырь. Также известный как Темняковский монастырь. Многие про него слышали. Если кто не знает, то он известен тем, что там захоронены мощи адмирала Ушакова, нашего российского супергероя. Который построил русский флот, их давал люлей и туркам, и французам. Освободил Грецию и даже написал им первую конституцию. Очень крутое место, всегда хотели там побывать. И оно так находится не на дороге, это все время в стороне, значит, от наших маршрутов. И нам трудно было организоваться и выбрать время. Но сегодня решились, сейчас заедем, посмотрим. Хлебный прибой, отмокший до суры. Хлебный прибой, отмокший до суры. Не потерялась? Нет, она здесь живет. Видишь, она беременная, у нее деточки в кутике. Деточки? Саноксар. Саноксар, значит, озеро такое. Название по-моему. Добрались до монастыря, дорога ужасно живописная, очень красивая, в сосновых барах, густые леса, в этой деревушке. Где это находится? Как она называется? Темников. Темников. Темников – это город, а он далеко. А это какая-то деревушка, как она называется? Темниковский саноксар. Слушайте сюда теперь. Это Темниковский саноксарский монастырь. Это Темниковский район. Город Темников отсюда далеко. Это какая-то деревня. Как она называется, мы сейчас выясним. Ну вот, все, как мы и говорили. Вот памятник Пушакову. Здесь даже пушечки. Я готов поручиться, что они, наверное, аутентичные. Еще с той войны. С какой войны? С первой турецкой. Юляш, стреляй. Ты ты ищешь. Это пушка, дочь. Да. А вот дядя Ушаков. Он был молодец. Ну, понятно, наша задача найти мощи. Мы так предполагаем, что они находятся в главном храме. Главный храм здесь, видимо, тоже в церкви. Ну да, все правильно, как мы предполагали. Этот храм, формально это часовня, построена на могиле Федора Ушакова и его дяди, тоже Федора Ушакова, в честь их заслуг. Там закрыто, ведутся работы строительные, здесь все асфальтные плитки, закрывается, все очень красиво. Видимо, церковные инвестиции добрались до этой обители вот только сейчас. Потому что вокруг Москвы все монастыри уже пристают. Вот, ну, жалко, что мы и не увидели к святыню, потому что мы тоже готовы отдать должное заслугам Ушакова. И считаем его настоящим героем. Ну, рады, что добрались на Тимиковском монастыре. Еще погода такая, облака и солнце прям вообще. Как в Севастополе, или в Херсонесе, когда он там строил флот. Огромное большое дерево, дуб. Где? Юляш, вот это дуб, ты видишь это дерево? Да. Это дуб, он дает желуди. Иди под ним, посмотри, там желуди есть. А кресло с тем монастыря, мы за его стеной. Смотри, какая лошадка. Осирен. Хорошо, хорошо. Попылевая кухня. И вот печка. Здесь речка Мокша. Заброшенная техника стоит. Старый прицеп заброшенный. Там куча мусора и очень неприятно пахнет. Квасная бочка за моей спиной. И что-то уже живописненько. Пойма Мокши. Очень тихо. Конечно, это совсем другой мир. От которого мы отвыкли. Тишина. Отсутствие людей. Что, доченька? Это печки, доченька. Они нагревают смолу, наверное, какой-нибудь гудрон. Да, костер делали, да. И пошли в поход? Да, мы с тобой в поход пошли, в деревню. Решили обойти кругом этот монастырь. Думали, здесь есть проход. Ну фигушки, тут вам не равнина. Это вам не центральная Россия. И не Московская область. Куда бы ты ни пошел, везде найдешь проход и подземный переход. Тут все заросло травой. Не волнуйся, доченька. Никто тебя не укусил. Никто тебя не укусил, дочь. А травушка тебя чуть-чуть поцеловала. Все, пошла запись. Все нормально. Я пошла запись. Были небольшие проблемы с аппаратом в Санаксарском монастыре. Вроде все решили. По коням и в деревню, в деревню пока светло. В деревню, в деревню, в деревню, в деревню. В деревню, в деревню. Доченька, посмотри, ты видишь? Это колодец. Как ты все знаешь? Доченька знает, что это колодец. Он называется журавль. 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 Это какой клюв. Правильно, какой клюв. Это клюв у журавля, видишь? Значит, туристический бизнес развивается активно. И даже в Паракино появляются свои достопримечательности. Например, вот этот. Называется Ашо-Лисьма. Синий родник. Значит, здесь соорудили колодец журавль. Очень натуральный, классный. Здесь даже ведро воды. Настоящий сруб, но единственное, он заколочен. Анюта говорит, что он декоративный. Но мне кажется, он все-таки работает, Анюта. Ведро полной воды, но, наверное, дождевая, что ли. А воду, видимо, набирает вон там. Помимо прочего, здесь соорудили этот, вон, идола. Наверное, Нишки-Пас. Возрождается мордовское язычество. И, значит, появляется свой политеизм обратно возвращает. Постепенно возвращаемся мы, значит, к древним временам. Феодализм мы прошли. Сейчас у нас политеизм начнется. А потом этот матриархат. И постепенно, может быть, это полигамия. Вернемся к этому бордничеству, собирательству, в пещеру вернемся. Потом будет железный век, бронзовый, каменный. И потом плавно пересядем на динозавров. Да, Юлеш? Да. Ну, все, пойдем посмотрим башка. Пойдем. Пойдем. Это что, башка? Башка. Это маленький бог. Наверное, Нишки-Пас. Нишки-Пас был главный в пантеоне мордовских богов. Отвечал за бордничество. Кроме того, там были боги. Так, какие там были боги? Я уже забыл, честно говоря. Ну, у них еще были эти духи. Дух леса, дух воды, дух ветра. Водяная у них была водяная женщина-Видява. Лесная женщина-Вирява. Ну, по-нашему, русалка или лишачиха. Поскольку, значит, политеизм у них во времена мантриархата как раз и развивался, все главные духи были женского пола. Ава, это мать, женщина. Пойдем посмотрим. Идол поставлен по всем правилам, на высоком месте. Здесь уже сделана такая неплохая инфраструктура, лавочки. Там навес такой от дождя. Видимо, здесь какие-то паломники собираются. Нас сюда отправили за водой. Видимо, вода здесь тоже такая качественная, волшебная. Мама, как диво! Очень все неплохо. Красивый срубик тоже, типа, как колодца. Все аккуратненько срублено. Чистое пока еще все. И дерево не сгнившее. Все прям аккуратно. Ну, труба. Труба, из нее водичка. Постоянно идет самотеком. Пока набирается еще бутылка, отнесу эту наверх. Очень удобно. Песенки пологие, хорошие. Жди меня наверху, я иду. Стой, стой там. Здесь опасно. Перил нету. Хорошо. Питеньки. Питеньки нашу воду попьешь из бутылочки. А вот туда же, туда же сцена, и так далее. Здесь явно какой-то фестиваль был. А может даже пробовать. Пойдем маму встречать. Мама у нас в бутылочке. Мама, где? Мама внизу у родника. Пошли заводовать. Мама, где? Мама. Ты готов. Мама. Пока. в поисках лучей мыши летучий мыши она пока еще не устала они 2 данные раньше бей давай 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 дядя измерий Папа, не начи, а помадят уже, высыпайся. Папке ночи. Мы что, поймали сегодня, Уляша? Да. Ты не боялась ее? Маненько боялась, я вижу, да? Чуть-чуть мыстику. Да нет, она слюбая была. А, ты акушу пила, а тебе, кстати, это было не так. Смотрела. Смотрела. Ну ладно, пойдем всем скажем, покажу. Ну, уезжаем домой на день раньше. К сожалению, ребеночек наш заболел. Сегодня была тяжелая ночь. И мы посчитали, что лучше поехать домой. Потому что в деревне там глушь, ни аптеки, ни скорой. Все, слава богу, она спит сейчас в машинах, наша ласточка. Вот, ну, тихонечко пробираемся до дома. Ну, в принципе, все неплохо. Не все записали, что хотели, но все равно получилось неплохо. Все, на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok